Всем привет! Меня зовут Женя и вы на моем YouTube канале о вязании Yo Happy Toys. Сегодня 12 октября, а значит наступил третий день осеннего проекта, осенних стартов, где мы с девочками каждый день на этой неделе начинаем наши новые проекты, стартуем наши новые игрушки и всю неделю мы над ними работаем. И в конце будет итоговое видео о том, что у нас получилось, какие игрушечки мы связали, что у нас готово, что не готово. Сегодня третий день и на сегодня я также запланировала вязать зайчика. Это будет маленькая брошка, зайка-танцовщица. Я очень много раньше вязала брошек, где-то два года назад я прям горела этими брошками, я вязала, вязала их, продавала. Сейчас покажу, какие брошки я вязала, чтобы вы понимали, что вообще у меня есть. На все мои брошки есть мастер-классы в PDF-формате с подробным описанием, с поэтапными фотографиями. Так что посмотрите, может быть вам что-то понравится, чтобы вы вообще понимали, что я вяжу. Сегодня я начну вязать брошку зайку, балеринку. Я очень-очень давно уже не вязала брошки, и по той причине, что у меня просто сломался крючок, которым я вязала. Крючок у меня был 1,1 мм, такой старинный, советский. И однажды в ночи, когда я вязала очередную брошку, он у меня просто переломился пополам. Я его, помню, заклеивала клеем-моментом, он мне еще сколько-то времени прослужил, но потом вообще окончательно сломался, и я уже искала какой-то новый крючок, покупала всякие железненькие, но так и для себя какой-то вот подходящий крючок я не нашла, и перешла уже на вязание таких более крупных игрушечек из полухлопка. И как-то надолго у меня и не было заказов, я их не показывала, нигде я не выставляла эти брошки, и у меня как-то долго, в общем, я их не вязала, вязала только брошку совушку и котика брошку. Они тоже у меня были, ну, довольно популярны, и я замечаю такую закономерность, вот как только я свяжу какую-то вот из них, у меня сразу она уходит, то есть у меня сразу кто-то звонит и спрашивает, есть что-нибудь мелкое в наличии, и эта брошка сразу, ну, покупает, вот, поэтому вот так. И сейчас вот я купила крючки на Алиэкспресс, сейчас я вам их покажу, какие они, и я ими тоже, честно сказать, ни разу не вязала, буду пробовать, как пойдет. Пойдет хорошо, отлично, не пойдет, ну что ж, ну, значит, не буду продолжать, но я надеюсь, что будет все окей, и все-все-все у меня получится. Я вот подобрала для себя 1 мм, 0,75 мм и 5, 0,5 мм. Я еще ни разу ими не пробовала вязать, честно признаюсь, и в этот раз вот на этом проекте у меня будет первый опыт вязания именно этими крючками брошки, то есть маленькую-маленькую пряжу. Я буду вязать из пряжи основной цвет, буду вязать витококо, вот он у меня есть, он молочный цвет, вот такой, ниточка потолще, чем ирис, по составу вам не могу сказать ничего, потому что у меня уже нет этикетки с собой. Я уже давным-давно покупала этот моточек, я вязала в основном из него вот этих вот балеринок, брошки, и еще я вязала брошки-зубики. Очень много у меня одно время их покупали, дарили в основном стоматологу и детишкам дарили, но не в качестве брошки дарили этих зубиков, а просто в качестве самого зубика на выпавший зуб, когда у детей зубик выпадает. Вот дарили якобы от зубной феи. Вот такая вот пряжа витококо, тоненькая, но потолще, чем ирис. Ниточка молочного цвета. И еще мне нужно будет вязать юбочку для моей балеринки. И вот я сейчас думаю, каким цветом все-таки мне вот это платьишко, юбочку связать. Мне хочется что-то яркое, но не совсем. Голубую балеринку я тоже вязала с голубым платьем. У меня, к сожалению, даже нет видео, ой, фото в голубом платье балеринки. Вот такая вот у меня еще есть пряжа. Вот из такой пряжи я вязала аксолотликов. Зеленый у меня был розовый. Тоже, к сожалению, фотография почему-то у меня не сохранилась. Брошки аксолотлики. Вот, а балеринку, скорее всего, я буду вязать вот из такой пряжи. Ой! Честно, я не могу вам сказать, что это за пряжа. У меня совершенно нет никаких этикеток. Я не помню, где я ее уже покупала, но это вот точно я сама покупала. Все остальное я скоммуниздила у моей мамы. Она одно время вязала салфетки, увлекалась вязанием салфеток, потом это дело забросила. И я вот так вот потихонечку по моточку, по моточку, я у нее так все моточки-то и отжала, скажем так. Вот, наверное, вот такой я буду вязать, потому что и ниточки по толщине более-менее схожие. И у меня будет молочная девочка-балеринка вот в таком ярком бордовом платье. Вот этот вот клубочек я себе маленький оставлю, мне его будет достаточно. На брошки пряжи уходит очень-очень мало. И в каком-то смысле это очень выгодно, вязать брошки, потому что пряжи действительно на них уходит очень-очень мало. Можно, кстати, вот еще вот фиолетовый, но все-таки нет. Я думаю, что вот сочетание молочного и бордового мне нравится больше. Ну или, в принципе, можно сочетание красного. Это будет слишком ярко, я так не хочу. А еще мне вот такой вот понравился цвет. Розовый. Я сама бы себе, если честно, люблю розовый цвет, люблю розовые оценки. Вот так вот тоже будет красиво. Ну, ладно, свяжу в следующий раз. Из ириса я тоже пробовала вязать эту брошку из тонкого ириса. Она чуть-чуть поменьше размером получается. И чуть-чуть посложнее ее вязать. Вот, я выбрала пряжу вот в таких цветах. Их я и буду использовать при вязании. Глазки я подумаю, какие сделать. Или я приклею маленькие стразики, у меня есть, или же я вышью, как будто балеринка закрыла глазки. Я так тоже делала, тоже так вышивала глазки. Надеюсь, что у меня получится, потому что я очень-очень давно не вязала такой тоненькой пряжей. И это все-таки вязание брошей очень скрупулезный труд, потому что напряжение зрения и рук довольно высокое. И я, когда была на ярмарке, брала с собой на продажу тоже брошки, мне, ну, цену я ставила на них 400-500 рублей. Ну, как на игрушку, ну, такого небольшого размера. И слышала несколько слов, ну, от нескольких людей слова осуждения, что такую малипусечную игрушечку я продаю, как бы, за такую же цену. Довольно дорогую, но меня это нисколько не разочаровывало. Я им говорила, ну, как бы, если вы не цените, то и не берите, то и не покупайте. Те, кто ценил, те купили. У меня, кстати, да, брошек покупили. Или, наверное, штучки четыре, когда я вот... Нет, три брошки, мне кажется, у меня купили тогда на ярмарке. Да. Итак, я буду начинать вязание. Сейчас попробую разными размерами крючков вязать. Ну, скорее всего, я буду вязать 0,75, потому что вот эти вот китайские крючки, они идут чуть-чуть больше, как бы, вот эта вот подушечка на полразмера. И если здесь 0,75, то он где-то, наверное, 1,25 миллиметров на самом деле. Вот. И он, я думаю, квитококо хорошо подойдет. Не будет сбрасывать ниточку. Буду пробовать из него вязать. Вот. До скорых встреч! Ну вот, посмотрите, что у меня связалось за сегодня, что я связала. Это вот такая головушка будет маленькая у зайки. Так. Так она будет. Я ее немного набила холофайбером внутри, неплотно, для того, чтобы она просто держала вот такую вот форму, немножко приплюснутую. Далее вот такие вот ушки у меня получились. Ой. Немного вытянутые ушки. Сложно это показывать. Такие мелкие детали. Вот такие вот у меня ручки получились. Вот ручка и вот ручка. Очень все мелко. Вязала я. Конечно, у меня глаза устали. Но, в принципе, если бы у меня не было заказов, то за сегодня я бы, конечно, закончила эту брошку, зайку. Потому что довольно быстро она вяжется. Но вот эту вот я связала за 2 часа. Мне бы еще часик-полтора. И я бы точно ее завершила. Вот это ручки будут такие маленькие. И вот это вот я начала уже вязать ножки и уже их соединила. Далее будет вязаться бордовым цветом, вывязываться само туловище и платьишко. И потом я уже буду пришивать ручки к этому платьишку и ушки в голове. И буду формировать само личико зайки. Вот так вот у меня сейчас получается. К сожалению, своему я не могу сейчас ее довязывать. Мне нужно вязать заказ. Но я обязательно ее довяжу. Если не на этой неделе, то на следующей неделе уж точно. Вязала я крючком вот таким 0,75 мм. Довольно удобно им вязать. Крючок не скользит. Не скользит. И вот размер у него... Ой, не знаю, как показать. В общем, довольно удобно вязать этим крючком. Но мне понравилось. Конечно, тот крючок советский, старенький, который у меня пломался, был гораздо удобнее. У него вот эта вот сама головка крючка была остренькая. И вот во все вот эти вот мелкие-мелкие петельки она так легко проскальзывала. И вязать было гораздо удобнее и быстрее. Здесь он не всегда проходит. А может быть, я просто стала вязать плотнее. Потому что все-таки с того момента, как я вязала брошки, прошел, наверное, год точно. Я год, мне кажется, их не вязала. И все равно, мне кажется, плотность вязания у меня за это время изменились. В общем, я понимаю, что вы не понимаете, что у меня тут за деталька получилась. Но как есть. Вот. Всем пока. Всем до завтра. Сегодня третий день. Я завершаю вот на этом. Сейчас сложу все свои детальчики в пакетик. Пакетик с пряжей. И вот у меня будет такой вот недовязый ждать своего завершения. Всем пока. Ну, вот так вот я пока в пакетике похраню. Чтобы эти детальки не потерялись. И особо, чтобы не запылились. В пакетике будет ждать своего часа. И когда я довяжу эту брошку, я вам обязательно ее покажу в каких-то своих видеоблогах.